Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео поднимет две очень важных темы, главная из которых, одна из которых, это честность по отношению к себе. Хотя тема гораздо глубже. Я не буду специально сейчас говорить про этическое отношение к животным и так далее. Я очень советую всем вам, как бы кто, хотел, не хотел, посмотрите это видео, оно только на пользу пойдет, правда. По крайней мере, оно очень важно. В прошлом своем видео, цикле «Ответы на вопросы» я зачитывал одно письмо. Оно сегодня очень пригодится. Я сделал, как всегда, распечатку здесь на два видео. Сначала тема по убийству животных и употреблению их в пищу человеку, потом про алкоголь немыслимое. И классический пример самообмана людей, ну, на примере одного письма, по поводу того, как хочется есть мясо и как можно это оправдать. И даже некоторые люди доходят до того, что оправдывают свое мясоедение, в том числе, как бы для блага животных это делается. Представляете? Убийство животных, их поедание для их же животных. Благо. Ну вот, об этом мы и поговорим. В общем, я буду зачитывать письма и их комментировать. Поехали. Светлана Алл пишет. Благодарю вас, Юрий Андреевич, за видео. Послушала письмо Аленушки, которое вы зачитывали. У меня точно такая же ситуация. И здесь, дорогие товарищи, ну, для тех, кто новый зритель и чтобы освежить в памяти, а давайте сейчас поставим этот небольшой отрывок из того видео. Послушайте его. Про этику очень важный момент. Алёнушка. Помню, когда была ребёнком, у нас и у дедушек, бабушек было своё хозяйство. Я ненавидел это время, когда забивали скотину, потому что забивали практически на глазах. Страшное дело. Вот это вот калечит психику ребёнка. Это, по большому счёту, есть перестройка сознания вообще человека. Человек ведь не только разумный. Человек должен быть и сострадательный. Человек должен оставаться человеком и не делать разницы между домашними животными и иными животными. А то мы кошечку гладим, готовы там за неё убить или за собачку кого-то есть, кто-то ногой пнул собачку. А вот если, так сказать, овечке горлышко перерезать, кишочки выпустить, чтобы пожрать. Вот это у нас психология сразу к иж двуличной сволочи люди всё-таки. Так, теперь дальше. Но слышно было хорошо. Мясо есть не хотелось, но авторитет взрослых людей сделал своё дело, да и просто заставляли иногда, смотря у кого как. А кто-то, кстати, говорил, а я не ел, и родители не могли заставить. Письма такие были. И мясо вошло в повседневность. Да, это, как я говорю, что, ну, понимаете, это вот уже... А потом и зависимость. И человек уже психологию подстраивает свою, отговорки себе ищет, ну, чтобы совесть не мучила. Она же от природы-то есть и не убита, пока человек себе её не убил. Родители убивают своим детям. Ребёнок, как животное, любое, телёнка, козлёнка, зайчонка, а от природы чувствует, как еду он накидывается. Нет, маленький ребёнок, как друг, он играет, гладит. А потом человечность себе перечёркивает. Родители ему перечёркивают, конечно. Родители тут виноваты. Меня всегда поражало, с какой любовью папа выращивает каждого из животных. Слушайте, а ведь действительно, да? И даже кроликов. И с каким холоднокровием отправляет их на мясо. Убивает. А вот вы вдумайтесь, люди, это же должно поражать на самом деле. Это ведь страшное двуличие, какой-то идиотизм и какая-то непорядочность. И подлость даже в этом есть. Хорошо, вы скажете, это сейчас горожане рассуждают. Ладно, давайте я вам сейчас вот прям покажу отрывок, попрошу своего помощника вставить здесь ещё раз. Не какой-нибудь там крестьянин, и даже 300 лет назад, а просто суровый мужик-охотник из Енисейской тайги, который полгода зимой один в тайге живёт этой охотой, скажем. И какой мудрый человек, при этом и честный. Да, вот очень это важно. Вы послушайте его слова. В кого пальцем нет ни тут убийца или пособник убийцы. В любого, в любого человека, даже тот, кто там стонет и жалеет всех. Почему? Очень просто. Хозяин свинью держит, он её заведомо для чего держит? Убить. Убить для чего? Самому есть и продать. А тот, кто жалеет это всё дело, покупает у него это мясо. Так что здесь круговая порука в этом деле. И охотник точно такой же. Как тот же хозяин. Только он более, как тебе сказать, честнее. Ну, не то, что честнее. Этот человек заведомо кормит. Я вот тоже держал скота, и у меня рука не поднималась на него. Потому что там вот тот же бык, его два года держишь. Но он к тебе доверяет, он тебе подходит, ждёт от тебя там какой-то ласки, подачки, а ты ему пулю в лоб. Предательство. А здесь зверь дикий, он знает, что от меня добра он не дождётся, от человека имею в виду. Он старается убегать здесь, кто кого перехитрит, естественно. Так и не смог Геннадий Соловьёв забить своего быка. Соседа позвал. Ну, так что, слышали? Так и не смог убить он своего телёнка. Правда, соседа позвал плохо, но с другой стороны, понимаете, когда человек перестаёт себе врать, он может начать думать, а потом о многом задуматься. Но я вам скажу наперёд прям, что любое убитое, а вы участник, как он сказал правильно, соучастник этого убийства, если вы мясо покупаете и едите, вот за это будет наказание. Лев Толстой в первой ступени об этом хорошо написал, что когда мужик, видя, как гоняются, как кровь льётся, там в бок ткнули ножом, убивали свинью, она бегает, визжит, жить хочет, кровь льётся. И видя это, даже пьяненький мужик, вот извозчик, сказал, задумавшись, увидя это, как бы вмиг, иногда люди вот вмиг что-то ощущают, осознают. И неужто за это не будет наказание? Будет? Будет? Гарантированно будет. Сто процентов. После перенесённой модной нынче хвори от одного запаха вида даже мысли о мясе выворачивало. Настолько было противно. Огромная благодарность за логическую подачу такой полезной информации. Ну, это она о моей лекции какой-то. Мы забыли, кто мы есть на самом деле, да ещё и отравили и тело, и разум, и душу с малых, к сожалению. Итак, продолжаю зачитывать письмо Светланы. У меня точно такая же ситуация. Очень переживала в детстве, когда забивали поросёнкой. И потому всё это приходилось есть, вы знаете, сколько сотен, я даже скажу, не побоюсь, за годы тысячи подобных писем, мне приходило, когда люди совесть свою включали, отключённую прежде когда-то. Честно смотрели в глаза правде. И что же такое естество от природы для детей, для того самого чистого ребёнка, а ещё кто-то христианство тут включает как естество, в том числе мясо, в христианстве потреблять, да? Так что же вопиет-то к душе человека? И про слезу ребёнка перефразирую Достоевского, о естественной жалости и естественном отношении к своему другу. Да, козлёнка, ягнёнка, крольчонка, ребёнок с своей чистой душой и естественным чувством истинным к жизни, к живому существу. Как воспринимает это маленькое любое живое существо, как друга? Он хочет с ним поиграть, но он не хочет кинуться, как волчонок, и растерзать, и съесть это маленькое животное. Не в этом ли истина? Ну, продолжаю. Родители внушали, что это нормально, мясо домашних животных – наша пища. Так всю жизнь и питалась, даже не задумывалась, что нужно жить по-другому и мясо не есть. А сейчас мне уже 51 год, и очень стыдно за своё прошлое питание. Я только два года назад узнала, что можно жить без мяса. Представляете, люди живут полжизни, всю жизнь порой, и даже не задумываются на эту тему. И что? Некоторые считают, что всего лишь только на том основании, что люди так живут, так мыслят, а вернее вообще не мыслят, не задумываются. Это естественно, потреблять мясо животных, то есть мышечную массу трупа убитого животного? Нет. И от этого, наоборот, улучшается даже здоровье. Ну что, мол, мясо нужно для здоровья. Кстати, сразу здесь скажу, что ссылки под этим видео я оставлю. Вот прям все, на главные свои видео много их будет, но это очень важно. Где я как раз доказываю полностью, понятно, подробно. В том числе на вопросы и темы, связанные с пагубой для здоровья человека, потребление высокомолекулярных белков, в первую очередь, конечно, мяса. За эти два года я полностью поменяла питание, убрала из рациона кофе, сахар, приготовленную еду, мучные и молочные продукты, отказалась от мяса теплокровных, употребляю только рыбу. Но я от нее планирую отказаться. Ем в основном сырые овощи и фрукты, зелень, орехи, ржаные овсяные отруби, растительные масла, холодный отжим, а также мед и заказанные на вашем сайте пищевые добавки. Ну это супер продукты, сейчас речь про них пойдет, она пишет. Спирулину, хлореллу, да, фокус и многое другое. Да, кому будет интересно, ссылка на наш сайт, на наши продукты, товары под этим видео в описании будет. Пью дистиллированную воду, ну сразу могу сказать, после обратного осмоса, то есть это нормально, естественно. А минералы надо из пищи получать, они из воды, все равно в воде они неорганические, опережая глупые вопросы, наперед отвечу. Травяные чаи, свежевыжатые соки, растворимые порошкообразные напитки, шиповник, цикорий, чаговый чай. Здоровье улучшилось в разы. Это вот главный критерий и ответ тем, кто ест по своей вере. Не по знанию, не потому что он прав, а потому что он хочет оправдать свои привычки, зависимости, пристрастия. И поэтому ищет разные дешевые человека, я имею в среднестатистические, отмазки дешевые. Теперь наверстываю упущенные знания, слушаю ваши видео, узнаваю все больше и больше. Спасибо вам огромное за ваш труд, за заботу, здоровье населения, всего вам самого наилучшего. Это пишет разумный, взвешенный человек, спокойно, совершенно, без эмоций, как вы видите по письму. Учтите это, это очень важно будет для аналитики того неадекватного человека, который в конце я зачитаю, что тут мне понаписал про ваше благо. Так, теперь, Анастасия Федоренко пишет, блин, воу людей жизнь скучная, без курева, алка, чревоугодие, прям не жизнь. А к чему она это написала, и сейчас продолжу дальше. А вот к чему, что в том же видео я высказался и по алкоголю, уже в который раз, но ведь всегда новые зрители набегают на канал, что некоторые из них протестующие написали, когда я объяснил, что, разумеется, алкоголь в жизни нормального человека места не может иметь вообще. Кто пьет алкоголь, тот уносит аллепту в дело уничтожения своего народа, детей будущих поколений. Это враг Родины, Отечество, это преступник, это, по сути, Иуда предать. Другое дело, что многие люди это просто не понимают так же, потому что никогда в жизни не задумывались. Но если эту простую элементарную правду показать открыто, ясно, человек это, осознает этот факт, что такое есть алкоголь для и не только здоровья отдельно взятого человека, но для общества в целом, то тогда, конечно, человек честный совершенно взглянет по-другому на это и изменит свою жизнь, вылья эта мерзость в раковину и никогда в жизни ни капли в рот не возьмет алкоголя. Любого, каким бы элитным этот так называемый алкоголь не был, поскольку в нем есть этиловый спирт, который является протоплазматическим, ядом, универсальным, жирорастворителем, уничтожающим мозг, половую сферу и все, что есть в человеке человечного, лишает человека разума, совести и чести, толкает на преступления, вся бытовая преступность практически на 100% это алкоголь. Ну что об этом говорить? Было и у меня много лекций, прекраснейшие лекции Жданова Владимира Георгиевича. Сейчас про другое. Так вот, два примера приведу, а я продолжу зачитывать письмо Анастасии. Пишет Наталья Суханова. Кто так мыслит, кто живет ради этого, а зачем тогда жить, мол, значит, понятно, ради этого, не способны ни на подвиги, ни на великие свершения. Они прожигают бесцельно свою жизнь. Идем дальше. Гуськова Татьяна пишет, ну тут совсем. Пить буду, но курить не брошу. Это, мол, такой интеллектуал, как она завернула, аж собой гордится, мол, как поглумилась, посмеялась на эту тему, да? Ну таким людям я обычно говорю, что это просто быдло. Это чисто быдляческая высказка. Такое писать недостойно звания человека разумного. Далее. Поэтому и пишет Анастасия. Воу людей жизнь скучная, без курева алка, чревоугодья, прям им не жизнь. Тут вертишься, думаешь, как вообще все успеть, поесть не успеваешь или забываешь вовсе. Столько интересного и приятного можно сделать. Про мясо теперь. Если его несколько месяцев не поесть, а вместо него питаться чем надо, то есть живой человеческой естественной пищей, то со временем взглянешь с ужасом, не понимая, как эти слизистые и вонючие комья плоти можно было в себя складывать. Это когда сознание прочищается. Это с эго стороны. И когда эго перестает воспринимать плоть как еду, то этический ужас происходит. То есть, совершенно верно, этическая сторона вопроса у людей приходит у большинства после. Как человек по той или иной причине отказался от мяса, от животных, продуктов, естественно, отказавшись от алкоголя, это всегда, практически всегда идет в паре, то у человека проясняется сознание, он мыслить начинает совершенно по-другому. Далее письмо. То этический ужас приходит, потому что нет пьяного мозга, который придумывал бы аргументы в защиту потребления мяса. Совершенно верно. Абсолютно. Ну и теперь третье письмо. Джоанна Веган. Юрий Андреевич, корма для котиков, собачек замечательная. А, ну мы производим первые в мире сыроедные, веганские. Не просто веганские, их многие страны производят. А первые в мире сыроедные, то есть не жареные, а сделанные по вакуумным технологиям там и прочее. Корма для кошек, собак, которые являются тем самым, ну и по составу своему, естественно, лечебными, уникальными. Проходят болезни, которые не могли ветеринары вылечить, и неудивительно. Потому что, меняя питание на естественное природное, чтобы в составе были все необходимые для жизни компоненты, но они все полученные из растительного сырья, путем экстракции, другими методами, то вот я, например, своих кошек тоже кормлю. Тысячи людей покупают у нас эти корма, и тоже своих собак и кошек кормят этими кормами. И они и живут дольше, и выздоравливают. И ветеринары просто в шоке. Продолжайте, пожалуйста, их производить. Такого качества действительно нигде нет. Я буду вашим постоянным покупателем. Я также хотел бы вам сказать слова благодарности за столь сильные высказывания в конце видео. А в конце видео это речь идет вот про то же самое видео, с которого все это сегодня бралось, да, письма эти. Давайте поставим мои завершительные для того видео ответы на вопросы слова, вот о чем пишет, соответственно, Джоанна. Ну и перешлите это видео своим друзьям, знакомым, близким. Поделитесь. Поможете мне в продвижении канала. Возможно, поможете сберечь здоровье, кому-то жизнь, вашим друзьям, близким. Это тоже хорошее дело, правда? Многие только понимают это потом. И жалко, что некоторые, когда уже поздно. Так вот, сказать слова благодарности за сильные высказывания в конце видео, и не только в этом видео, и в остальных тоже, в защиту животных. К слову скажу, признаюсь вам, когда я была маленькая, мне приходилось слышать ужасные крики поросенка, которого якобы нужно было резать ради праздника. Представляете, для кого-то праздник, а для кого-то боль, страдания и смерть. И за счет этой смерти делать себе праздник, это же безумие. К чему люди скатились, это же просто страшно. Даже слово «оскотинились», ну, здесь неприменимо, потому что так животные, скот, и не поступают, и не поступали бы, и это неестественно. Там-то едят хищники. Ради выживания себя. Здесь же человек ест это. Ради наслаждений брюшных, а не ради выживания. Ладно бы ради выживания, тут вопросов нет. А нет. А затем делали праздничное застолье. Мои бабушки и дедушки с обоих сторон, папа и мама, были верующими людьми. О как! Пусть земля им будет пухом, пусть простят меня, но они были неправы. Безусловно, и прощения здесь просить не за что. Они сейчас, полагаю, просят прощения у многих, да уже поздно. Но я никак не могла понять, что это за вера такая, которая одобряла убийство животных. Кстати, вот это очень важные слова. И вы, те люди, кто считают себя религиозными людьми, верующими, христианами, задумайтесь серьезно об этом. Кстати, у меня было видео, вот открывающие эти вопросы насчет веры, религии, христианства и мясоедения. Вот это. Вот посмотрите. И вообще здесь под видео, еще раз говорю, я очень важные ссылки оставлю, где я отвечаю на все те вопросы, которые вы захотите задать. Некоторые из вас, кто особенно сейчас протестует, пытается каким-то образом оставить в своем сознании, своей совести, вот это примирение, желание есть мясное, нынешнее желание ваше. А оно, кстати, меняется очень сильно. А эти привычки, кстати, очень сильно меняются. Ну ладно. Вот с тем, что вы начинаете понимать, что участвуете в убийстве животных, поедая их, покупая своим рублем, своим кошельком, и вы такой же соучастник этого убийства, как и тот, кто убил данное животное. Я задавала вопрос, но конкретного ответа так и не получала. Уже будучи взрослой, я ела мясо и другие животные продукты. Сердце мое закрылось, стало пустым, бесчувственным. Вот хорошо, что человек нашел себе силы, мужество честно написать, но как оно есть? Вот без завуалирования, без самообмана, как будет дальше писать один непорядочный человек. Но что-то внутри меня все равно постоянно мучило. Любого человека мучает, если у него еще осталась неубитая совесть хоть на йоту. Там, где я живу в стране уже давно, активно развивается вегетарианское движение, информация, фильмы, продукты веганские в магазинах и так далее. И вот в 2005 году вышел фильм «Земляне». Ну его уже миллионы людей посмотрели, это понятно. Фильм не показывали по ТВ, хотя люди подписывали петицию, чтобы показать по центральному телевидению. Но он был доступен в открытом доступе в интернете. И сейчас можно в интернете посмотреть. И множество людей, тогда посмотрев этот фильм, изменило свой взгляд. Многие из них оставили свою привычную еду и перешли на веганство. То же самое коснулось и меня. Это был мой путь, видимо, который я должна была пройти. Но если бы тогда, будучи еще маленькой девочкой, я получила бы ответ на свой вопрос, я встала бы на этот путь много раньше. И меня бы уже не мучила так совесть, как она мучает меня сейчас. Поэтому очень важно, чтобы взрослые говорили детям правду. Пусть они делают свой выбор сами. Но маленький ребенок совсем маленький, еще выбор не может сделать. Поэтому это обязанность родителей не обманывать детей правильно с маленького возраста, не корежить их, понимаете, совесть, чувство справедливости, естество от природы, не убивать в нем ребенка и в себе человека, изменить питание в семье, отношение к этому вопросу, воспитывать ребенка без двойных стандартов, когда одной рукой мы гладим котенка, а другой рукой убиваем поросенка, к примеру. Я уверен, что они бы сделали правильный выбор. По скриптам добавлю. Наши души, воплощаясь в человека, отправляются сюда, чтобы мы прошли здесь духовное развитие, ну, я скажу, урок свой определенный, да, другими словами, возвысились. Думаю, многие сейчас это уже понимают. Если человек не прошел свое развитие в одном воплощении, его душу отправляют заново. И так до тех пор, пока человек не пройдет, к этой точке пробуждения. Ну, тут так просто это сказано, но эта суть верно изложена. Скажем так, за это страшное преступление против человечности, вообще против духовного развития своего, в том числе, человек получит воздаяние в этой жизни и в будущей. Как сказал один мудрый человек, наша нынешняя жизнь есть следствие прошлой и причина будущей жизни. Ну, а теперь на контрасте, послушайте, что пишет уже не Вася, Коля, Петя, а некий Music Pro. Вот такое вот имя у человека. У вегетарианцев как раз увеличиваются психические проблемы. Фанатизм, агрессивность, неприятие. Вы услышали вот в этих, например, трех письмах что-нибудь про фанатизм, какое-либо отражение фанатизма, агрессивности, неприятия? Значит, я лишь скажу здесь сразу, что вот эта агрессивность, которую некоторые люди замечают в вегетарианцах, есть следствие того, что человек, как правило, который недавно проснулся, либо человек, у кого обостренное чувство справедливости, а это не зависит от питания никак, начинает понимать, и он хочет как бы докричаться до мира. Это естественно для прозревшего человека, и это вполне можно понять, и это нормально. А вы не видели агрессивных, злобных людей, мясоедов, а? Ну зачем такую чушь писать? Теперь, вегетарианство действительно увеличивает энергию, ну так прекрасно, но оно увеличивает внутренние проблемы. Нет, не увеличивает. Только в той связи можно сказать, что увеличивает внутренние проблемы, что вот то самое чувство справедливости, которое вопиет вот к той теме беде, которую человек теперь начал понимать, и не хочет в мир это допускать, и очень сильно переживает, естественно выплескивается в то, что он начинает относиться к этому нетерпимо, что вполне можно понять, потому что если человек небезразличный, не только прозревший, но и небезразличный, если он видит, как попирают правду, как глумятся, и как страдают невинные животные, как люди это не замечают, он хочет достучаться, а тупость, наглость, безразличие людей, приводят таких людей, естественно, к агрессивным чувствам, безусловно. И это вполне можно понять и нормально. И это совершенно не говорит о том, что вегетарианство приводит к агрессии, ну, мол, такой вот вред для здоровья, что психика меняется и так далее. К чему клонит человек? Нет, не надо. По сути, энергия действует как удобрение. Если в человеке преобладают негативные качества, то эти качества многократно возрастают при вегетарианстве. И это всё, конечно, глупость. Если в человеке неравнодушие есть, хоть в малой доле, вот это чувство возрастает. Но это не значит, что человек становится неадекватным. Он как раз адекватно реагирует, ну, как некоторым кажется, чрезмерно агрессивным в этой теме. Вот если он начинает идти людей резать, это да, или что-нибудь ещё подобное, ну, это вот не происходит. А, ну и тут, конечно, к чему он это? Как любят некоторые, вот это прям так и любят. Гитлер, кстати, был вегетарианцем. И что? А, например, Чикатило, который просто... Гитлер вот людей не ел, а Чикатило ел, или другие маньяки. Вот они были мясоедами. Так что я могу сказать по той же логике, что вы, ну, сказали полную чушь. Я доказал сейчас вам просто так вот обратное. Вот и всё. Дальше. Но я ему написал, что нет, совсем не в этом дело. От питания это не зависит. А он мне пишет. К сожалению, зависит. Вегетарианство увеличивает энергетику эфирного тела. Ну, человек-то знает. Эфирное тело передаёт энергии астрального и ментального плана на внешний план. Вот, слушайте, так уверенно говорит то, о чём знать просто не может. Я поражаюсь. Следовательно, вы ничего не доказали, чтобы делать вывод, следователь. Это ничего не следует. Все негативные программы усилятся и проявятся на внешнем плане. Чушь полная. Насчёт вегетарианства могу добавить, что физическое тело состоит из белков. О, тут ближе-то как раз к делу. Насчёт тела. Вот, что вас на самом-то деле беспокоит. А насчёт вегетарианства могу добавить, что физическое тело состоит из белков. Ну, в том числе из белков. Не только из жиров, из углеводов, витаминов, минералов. Не только из белков. Поэтому белки надо употреблять. Нет! Вот это уже полная чушь. Если бы вы хорошо учились, ну, даже средне, в школе вы бы помнили и знали, что белки синтезируются, что бы мы ни ели, в каждой клетке нашего организма в ней есть разные органеллы. Маленькие органы, в том числе органеллы, рибосомы. Так вот, в них происходит сакральный второй по значимости на планете процесс после фотосинтеза, биосинтез белка. Этот процесс идёт при участии многих важных компонентов, витаминов, гормонов, ферментов. Но! Главный структурный строительный материал тут аминокислоты, не белки. Поэтому, и как раз следовательно, всё, что мы едим в плане животных, белков, растительных, в организм попадая, проходя через желудок, далее двенадцатиперстную кишку, часть тонкого кишечника, всасывается в кровь из тонкого кишечника как раз в виде аминокислот, мономеров, вот этих полимерных будущих белков или бывших. Поэтому белки-то как раз разбираются. Они обязаны быть разобраны в нашем ЖКТ до аминокислот, чтобы именно мономеры аминокислот всосались в кровь из тонкого кишечника. А если бы всосались цельные белки, как, кстати, и происходит, тогда возникает страшная реакция антигена-антитела с образованием кадаверина, патрицина, то есть гнойных токсинов, трупных ядов. Впрочем, об этом подробнее я рассказывал в трёх своих видео. Раздельное питание, мясо, надо есть, вот такое ироничное, издевательское, я бы сказал, название. Там вы всё это поймёте, посмотрите. Ну и видео, конечно, клыки про идиотские примеры, которые некоторые люди в оправдании своего местоведения в качестве якобы доказательств приводят. Я это там всё аргументированно, доказательно опровергаю, но вам лишь скажу, что потому как раз есть надо аминокислоты, потому что любые белки растительные, животные всё равно разбираются, должны разобраться до аминокислот. Но вот проблема в том, что не все разбираются, а высокомолекулярные белки не полностью разбираются. И вот тут корень бед. Аутоиммунные заболевания, онкологии, большей частью этих заболеваний. Естественно, причин онкологии много, но это одна из главных. И вот когда кровь разнесла в клетки питательные вещества, где были и аминокислоты, вот как раз используя эти аминокислоты, происходит процесс сборки биосинтеза белка из этих аминокислот. Поэтому в пище должны быть не белки, а аминокислоты. Это огромные заблуждения. Следующее заблуждение данного человека. Растительные белки усваиваются лишь на 30%. Чушь полная, неаргументированная, просто пересказанная для приятного аппетита. Потому их надо в три раза больше животных. Бред. И животных белков столько, сколько якобы надо, эта дозировка очень сильно преувеличена. А надо, чтобы просто незаменимые, в том числе аминокислоты и все остальные, попадали в организм с пищей. С любой пищей, неважно с какой, структура аминокислот одинакова. Она неизменна из растительной или из белковой пищи. Это структура. Та же структура, абсолютно. Поэтому просто аминокислоты должны быть все в пище. Я уж сейчас не говорю про то, что аминокислоты еще могут и должны синтезироваться нашим организмом, нашими кишечными бактериями симбиотическими. И поэтому-то многие люди, которые не едят, даже 10 грамм белка разного любого в сутки, живы и живут, и здоровы, и живут долго. Просто там есть другие, могут быть проблемы. В нашей жизни очень много факторов в нынешней антропогенной среде, техногенной, которая губит человека, которые не действовали на людей еще 30, 40, 50, тем более 100 лет назад. Поэтому это чушь насчет количества белков, там растительных, разницы. Кто беспокоится насчет этической стороны, вот это самое интересное, употребление мяса, могу сказать, что жертвоприношение для пользы высшего существа человека поднимает животное на более высокую ступень эволюции. Вы представляете, какую ахинею, до чего может докатиться человек в жажде жрать привычное и приятное, желанное ему, до полностью растаптывания, просто вот чести любой совести и звания человека разумного. Человек просто глумится над здравым смыслом, такую ахинею несусветную написать. Животное естественным путем разберется и поставит себя на более высокую ступень эволюции. А вы берете, разрезаете горло, выпускаете кишки и пожираете плоть животного. Ну, правда, термически измененную, видоизмененную, аморфную массу бывших белковых тел, а ныне донатурированных белков. Это вообще отдельная тема. Ну, впрочем, в своем видео и о раздельном питании, видео так называемое «Мясо надо есть». Я все это подробно объяснил. Посмотрите, на первом, втором, третьем месте вот эти видео как раз будут мною даны к просмотру, а дальше все прочие. В общем, не надо красивыми фразами и дешевым самообманом прикрывать свои преступления, свою жажду «Вкусно, привычно жрать». Не надо. Это дешево, это низко. Я ему просто написал в конце, что растительные белки усваиваются на 100%. А вы убьете свою мать для ее пользы перерождения? Да. Вот так вот. Но ведь польза перерождения и человек ведь дальше эволюционирует. Человек явно верит в карму, в процессы перерождения. Кстати, ответ «Кармически не будете держать за то, что вы убили живое существо, поставя себя, как бы сказать, ну, на место Бога, что ли. Распоряжаясь им, духовным его благом, так сказать, ростом эволюции, развития и так далее. В общем, человек явно верит в то, что жизнь и человека не заканчивается вот его биологической смертью здесь и сейчас. А коли так, по этой логике давайте пойдем дальше. Ну, убейте свою мать, отца тогда для их пользы. И, может быть, они уже старые, больные, может быть, устали жить, может быть, мучаются. Так сделайте им добро. Убейте их, чтобы, так сказать, повысить их уровень эволюционный, душевный и так далее, развития, помочь им. Нет? А, может быть, что-то вас остановит, но если вы хоть чуть-чуть человек. Да, а что? А что? Да вот все то же самое и должно действовать на человека. Когда он размышляет и думает, и успокаивает, обманывает себя вот такими дешевыми отмазками. Якобы о пользе, для вашего блага, кровь прольем. Лев Николаевич Толстой в первой ступени очень хорошо это показал, описал, описал. Вот посмотрите, если есть хоть малейшее внутри еще какое-то чувство человеческое, то вы покаетесь. Нет? Ну все, крест можно на этом человеке ставить, на таком, на таких людях. Даже пьяный извозчик, простой мужик, который Льва Николаевича вез тогда на бойню, чтобы он увидел и что-то ощутил, и это он хотел описать, видя, как мужики закалывают свинью, когда она бежит, вырвалась, кровь струями брызжет, орет она, а мужики с ножом бегут за свиньей. Он смотрел, смотрел, простой мужичок, пьяненький вот этот, извозчик, и сказал, и неужто за это не будет наказания? Я вам скажу, будет, будет, будет. Особенно вот таким людям, которые еще пытаются оправдать и другим лапшу на уши повесить, чтобы их тоже в компании, как у алкоголиков, тут абсолютно то же самое, не мучила, не грызла совесть, они пытаются в свою вот эту секту людей затащить, так сказать, чтобы побольше было таких же индивидуумов, и когда группа людей, им проще себя успокоить от тех естественных мыслей, которые приходят им в голову, в совесть душу, лезут и выпьют, что называются, а им проще так коллективно заболтать, обмануть, и вот поэтому они втягивают, и поэтому они успокоиться не могут, поэтому как раз мясоедов многих злят, да и ступление злят веган и вегетарианц, вот так вот, таких не видели? И завершаю я письмо, ему хватит уж обманывать себя ложью и чушью. Ну и последнее здесь в этой связи, Алексей Ухов, например, пишет, Юрий Андреевич, спасибо, что продолжаете нас вразумлять, много людей спасается, особенно про мясо, мы все с нетерпением, ну, не все, мы, вот тоже не люблю, когда так говорят, группа людей так же мыслящих, как и Алексей, да, с нетерпением ждем от вас интересных идей, предложений, вразумлений, и там потом, благодарю за такие добрые, теплые слова и поддержку, конечно, это очень важно, ну вот, пожалуй, наверное, на этом все, тут больше говорить не о чем, я лишь прошу вас, напишите, вот как на духу, что-то изменилось у вас или по-другому, хотите ли вы что-то изложить после услышанного, какие-то чувства к вам пришли, мысли, напишите под этим видео, я буду ждать, и обсудим потом это, ну, а теперь ждите видео, следующие ответы на вопросы, я уже распечатал, и в скором времени опубликуем,